Освящая, освящая всякого человека, грядущего между знамя, Санна, свет лица Твоего. Да мне, Музем, свет неприступный, Исправи стопы наших деланью заповедей Твоих, Молитвами причистой, Своей Матери всех святых Твоих. Аминь. Сбранной, Боеводи, победительная, Яко избавшись от злы, Благодарственную я восписую, Теробитво и Богородице, Но яко имущая державу непобедимую, Во всяких нас без слободи да завернки, Радуйся, невеста, не невеста. Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Имени и Присно и Валеки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благодаря. Христос, истинный Бог наш, молитвенка и чистая, Своей Матери всех святых помилует и спасет нас, Во всяком благо человека любят. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Беседа о вере. Есть вера истинная, есть вера мнимая вера. И вот здесь автор рассуждает, Что такое вера истинная и что такое мнимая вера. Ибо если бы вы верили Моисею, То поверили бы и мне, потому что он писал о мне, Говорит апостол, евангелист Иоанн Богослов, В пятой главе Евангелия. Одной из целей Евангелия от Иоанна является полемика с теми, Кто потерял веру и покинул христианскую общину. Это подтверждается не только внутренним содержанием Евангелия, Но и соборными посланиями апостола. В первом и втором послании Иоанна Описывается ситуация спора в христианской общине, Связанная с верой в Иисуса Христа как Бога. Некоторые по нежеланию верить в божественность Христа Покидали христианскую общину. Апостол Иоанн объясняет общине, что отвергающие сына Никогда и не были по-настоящему верующими. И их ухода из общины лишь открывается тот, Что было изначально неверие в Бога. В Евангелии апостол Иоанн, приводя примеры Прихода к мнимой вере, А также богословия спора между верующими и неверующими, Мнимая вера основана на восхищении чудесами и исцелениями, Которые совершал Иисус. Но без того, чтобы доверять Ему, видеть в Нем Бога. И когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, То многие, видя чудеса, которые Он творил, Уверовали во имя Его. Но сам Иисус не верял в себя им, Потому что знал всех. Вторая глава Евангелия Теана. Господь знал, что очарованные чудесами Позже предадут Его на распятие. Многие пришли к Нему и говорили, Что Иоанн не сотворил никакого чуда, Но все, что сказал Иоанн о Нем, было истинно, И многие там уверовали в Него. Десятая глава Иоанна. Вера, основанная на чудесах, Ничего общего не имеет с доверием Богу, Поиском Бога, поэтому не является истинной верой. Такая мнимая вера проявляется, Когда люди увлекаются какими-либо религиозными учениями. Мотивы, которые приводят к очарованию учениям, Лежат не в области веры, поиска Бога, Но в поиске помощи в жизни, Общения с людьми, снижения тревожности и прочее. Это касается не только различных цитанских движений и других религий, Но и церкви Христовой. Когда делали исследования, Привозили поезд Пресвятой Богородицы в Москве, Люди стояли более десяти часов в очереди, чтобы пройти туда. Одна знакомая мне говорит, что я семнадцать часов простояла в очереди, Только пройти туда. И когда стали исследовать, а что же люди приходили просить? Обыкновенное, моли, просили. Просить все. Там где-то на работе, чтобы не уволили, Чтобы мужа вернуть. Муж там где-то налево загулял, чтобы в семье был. Там сын наркоман, дочь там ушла, значит, в разврат, Чтобы наладить, только наладить здесь земную жизнь. Чтобы все было хорошо в этой жизни. С квартирой устроить бы, чтобы квартира была. Ну и прочее, все земное. А духовным-то, говорит, никто и не просил, мало что. Вот были люди, приложились, ушли, и дальше их нет нигде. Ну очередь была, но остальное-то время нету никого. Пустые храмы-то стоят. Об этом говорит и святейший патриарх сегодня. Что храмы-то пустуют. В четвертой главе Евангелия Теана описывает ситуацию, Когда один царедворец из Капернаума пришел к Иисусу как чудотворцу, С просьбой исцелить его при смерти лежащего сына. Господь сначала упрекает иудеев за их желания знамений и чудес. Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес. Но в стихе 53 происходит обращение царедворца и всего его дома К истинной вере во Христа через Слово Иисуса. В доверии Господу и его Слово произошло рождение веры. Через описание различных чудес христовых, Евангелист Иоанн в Духе Святом призывает верить не в чудеса, Но познавать Господа и доверять Ему. Апостол показывает, что чудеса сами по себе Не рождают истинной веры, но могут временно очаровать человека. Для благочестивого фарисея Никодима было, например, ясно, Что никто из людей не может без помощи Божией творить чудес, Подобных тем, которые совершал Иисус Христос. Другие считали, что человек, который не соблюдает субботы, Не может быть от Бога. Более того, видя великие чудеса Христовы, Неверующие блюстители закона негодовали и желали Его убить. А после воскрешения Лазаря начали планировать осуществление убийства. С этого дня положили убить Его. 11 глава Иоанна. Когда иудеи спрашивали Иисуса, что надо делать, чтобы исполнить волю Божию, Господь им отвечал, что дело Божие – верить в Того, Кого Он послал. Не в чудеса, а верить в Того, Кого Он послал. То есть в Господа Иисуса Христа. На это иудеи задали совершенно безбожный вопрос. А какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе, что ты делаешь? Что ты делаешь? Если ты можешь. Вопросы полного безверия. Потому что для Бога не существует никаких «если». Вера в Бога – это вера во всесильного Бога. Бог может всё, а лично сам от себя человек ничего не может. Поэтому не величие, чудо и знамение имеют значение, но вера – доверие Богу. Иудеи не понимали, что вера основывается не на знамениях или событиях, а на отношениях с Богом, доверие Ему, познание Его. Если бы они искали Бога, то не требовали чудес. Поиск чудес как доказательств является как раз признаком неверия. И доказательство не рождает подлинной веры. Иисус Христос, зная суть желания увидеть знамения, отклоняет подобное требование. Евангелист Матфей и Марк предупреждает об опасности веры в чудеса, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. От Матфея 24 глава и Марка 13 глава. Прельщение – это синонимы мнимой веры, очарования чудесами. Аминь. Аминь. Они все, Господь. Аминь.